Добрый день, дорогие друзья, с вами я, епископ Альберт Раткин, и наш канал «Взгляд с небесный». Почему ошибся военный аналитик? Рационального мира уже нет, как мы с вами понимаем. Хочу, чтобы сегодня вы посмотрели это короткое видео нашего военного эксперта, который считал, что войну с Украиной могут начать только безумцы. Означает ли это, что мы на пороге нового миропорядка? Да. Каким он будет, и какое место в нем займут протестантские церкви? Основной вопрос. Давайте поразмышляем об этом в комментариях. По-прежнему мы открыты для любого мнения и приветствуем обосновную критику. Но призываем при этом не прибегать к искорблению. Полезного просмотра и благослови всех Господь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, распространяйте наши видео и поддержите нас молитвами и финансово. За все благодарим. Может ли власть России начать открытые военные действия в Украине? И чем такой военный конфликт может обернуться для сторон? Я думаю, что, во-первых, такой войны не должно быть. Во-вторых, я не вижу вероятности этой войны, в принципе. Если только Украина нападет на Донбасс, используя вот то, что сейчас перемирие, и под давлением нашего народа президент вынужден будет защитить Донбасс, скорее защитить себя, чтобы не потерять кресло, как это было в Крыму, почему Крым был освобожден. То есть только одна причина, я вижу, если Украина использует вот это перемирие, которое сейчас разведение сторон, чтобы захватить Донбасс, там начнется реальное кропролитие. Каковы перспективы победить у сторон? Как, на Ваш взгляд, выглядит паритет сил? Ну, паритет сил рассматривать, во-первых, Россия, ну, как сказать, во-первых, Россия – это ядерная держава. Пусть это немножко не к месту сказано, то, что Россия имеет стратегическое ядерное оружие, и это уже говорит, что в любой ядерной войне, то есть Россия выиграет мгновенно. Но Вы же прекрасно понимаете, что Украина – это часть России фактически, никто этого не будет делать, против братского народа. А если взять паритет вооруженных сил, сами подумайте, Россия имеет вооруженные силы чуть меньше 900 тысяч сейчас вооруженных сил. Украина – 225 тысяч где-то имеет вооруженных сил, намного хуже вооруженных, намного хуже оснащенных. Хоть там и мы помогали, перевес совершенно не в пользу Украины. Если говорить о стратегической ситуации, если, например, такое случилось, я не буду говорить, что такой войны не должно быть. Но если бы такое даже случилось, то фактически развитие событий, Украина мгновенно осталась бы без ВВС своих, мгновенно осталась без зенитных комплексов, и все, и дальше ее просто раздавили бы. И во-вторых, там появилась бы огромная пятая колонна, и все это перерошло в гражданскую войну на Украине. Это однозначно было бы. Поэтому я даже такой вариант не хочу рассматривать, чтобы война Украины с Россией произошла. Тем более сейчас Дональд Трамп конкретно отказал Украине в военной помощи. То есть он не хочет быть родоначальником каких-то конфликтов между Россией и Украиной. Поэтому я не допускаю такой мысли, чтобы такая война произошла. Если эта война произошла, то с обоих сторон люди с ума сошли просто. Продолжение следует...